Вот вы заявляете о преступной власти. Что вы предлагаете? Вторую Сирию? Нельзя против власти, пока мусульмане не вернутся к религии Аллаха, то не будет победы. Вот эти удивительные моменты, вот эта вот чисто такая кадыровская пропаганда. Ты против нас? Ты хочешь войны? Да при чем тут война? Кто вообще? Когда вообще из моих уст слышали слово война? Да кому она нужна, эта война? Она никому не нужна, мы не хотим войны. При чем здесь война? Прекратите вас. Вот вы заявляете о преступной власти. Что вы предлагаете? Вторую Сирию? Нельзя против власти, пока мусульмане не вернутся к религии Аллаха, то не будет победы. Вот эти удивительные моменты, вот эта вот чисто такая кадыровская пропаганда. Ты против нас? Ты хочешь войны? Да при чем тут война? Кто вообще? Когда вообще из моих уст слышали слово война? Да кому она нужна, эта война? Она никому не нужна. Мы не хотим войны. При чем здесь война? Прекратите вот этот вот ненужный понос, когда если ты против власти, значит ты хочешь войну. Да нет, не хотим войны. Мы просто не хотим преступной власти. Вот что мы не хотим. Мы не хотим войны. Мы готовы к войне, если надо. Мы веками доказывали, что мы готовы, что мы умеем воевать. Но мы не хотим ее. Никогда мы ее никому не навязывали. Всегда войну навязывали нам. С войной приходили к нам. Мы никогда не приходили с войной никуда. Понимаете? Мы не говорим о войне. Мы говорим, что мы не хотим преступную власть. Вот что мы говорим. Мы говорим, что мы не хотим у себя оккупацию. Мы не хотим вот этих российских войск на своей территории. Мы не хотим российских законов, российской конституции, российских чиновников. Не хотим мы этого всего. Мы хотим вернуть нашу республику, нашу страну. Мы хотим выгнать всех этих оккупантов с территории и спокойно жить без войны, не воевать мирно, аккуратно, расцветать. Вот так мы хотим. Так. Теперь к последнему моему видео, которое я снял вчера. Был такой... Было несколько... Ну, было вообще-то даже не несколько, много было таких комментариев, где люди, значит... Вот, например, один я зачитаю. Нохчо95 пишет. Охрана храма остановила чеченскую полицию. Он задает вопрос и смеется. Типа, это же невозможно. И многие там так писали. О, что ты говоришь, Тумсо. Как может нам охрана, мол, храма... Как она могла остановить кадыровцев, если они приехали, допустим, его забирать? Я... Я хочу вам вот что сказать. Знаете, У нас в республике есть несколько таких мест, куда кадыровцы свой нос сунуть не смеют. Они никогда, никогда они не сунут свой нос в Ханкалу. Никогда. Пусть они попробуют приехать в Ханкалу и, например, задержать там кого-то, кто им нужен. Я бы сейчас показал вам фигуру из трех пальцев, как они это сделают. Никогда они это не сделают. Они не посмеют. Им... Никто им этого не позволит. Есть много случаев. Вы вспомните, когда кадыровские эти... Его там какая-то группа у въезда в Ханкалу расстреляла... Ну, Дум хотели, точнее, расстрелять. В итоге их расстреляли. Когда в Ханкалу заезжали... Тоже там есть один чеченец, который служил в Ханкале. Когда они заезжали в Ханкалу, он враг кадырова. А враг он кадырова, кстати, за то, что он укрыл у себя в Ханкале одного из тех... Точнее, того самого человека, который убил одного кадыровца. И кадыровцы не смогли его забрать с территории Ханкалы. И они решили отомстить вот этому вот чеченцу, которого звали Беслан, за то, что он якобы того укрыл. И когда он заезжал в Ханкалу на поворот с этой основной трассой, его обстреляли. Но он умудрился отразить этот огонь. Они были на двух, по-моему, машинах. Они отразили этот огонь и, наоборот, убили, по-моему, двоих из кадыровцев. И вот этого начальника, командира вот этой кадыровской группы, ранили. Очень тяжело ранили. Ещё за ним ехали, он от них уезжал. Потом он уезжал в коме какое-то время. Это, кстати, тот самый человек, который находится в международном розыске по подозрению в убийстве Умара Исраилова в Австрии. Возвольте Благодарёв. Этот человек был ранен представителем Ханкалы. И опять тогда никто не поехал, не посмел заехать в Ханкалу. То есть есть такие места, это места такие, как Ханкала, есть ФСБ, например. В ФСБ в Чеченской республике не может приехать кадыровские какие-нибудь полицаи и зайти туда, свободно кого-то там потребовать. Но не могут они это сделать. Это табу. Это те зоны, куда они не могут сунуться. Так вот, церковь – это ещё более неприкосновенное место. Понимаете? Вы не думаете, что если кадыровские полицейские с такой лёгкостью нас пытают, уничтожают, убивают, врываются к нам в дома, к нам, к чеченцам я имею в виду, сжигают наши дома, возбуждают на нас уголовные дела, это не значит, что они могут также прийти в церковь и сделать там что-то подобное. Они не могут. Не посмеют они. Кишка у них тонка на это, понимаете? Потому что церковь – это неприкосновенное место для них. И поэтому этот человек, который находился в церкви, тем более, если он там помогает этому священнику в этом храме, то этот человек как бы уже является служителем этой церкви. И туда не может прийти какой-нибудь кадыровский полицейский и просто так без проблем его забрать. Потому что за него отвечает уже этот священник. И этот священник поднимет ненужных людей, и это плохо отразится на кадыровской репутации. За это, за действия вот этих полицейских придётся отдуваться Кадырову, рассказывать своему руководству, почему он напрягает русское меньшинство, которое потихоньку там проживает у себя в церкви. Поэтому ничего удивительного. Конечно, туда не приезжал спецназ «Собор» вот в этом всём омундировании, чтобы совершить захват. Туда, скорее всего, приехали какие-нибудь два опера какой-нибудь вшивого какого-нибудь отдела, там того же Курчуловского или ещё какого-нибудь. Приехали и, наверное, так вынюхивали, есть ли он здесь там и так далее. Им сказали, нет, здесь такого нет, до свидания. Вот так вот, скорее всего, они разошлись. Поэтому здесь удивительного ничего нет. Я не знаю, с чего вы так сильно удивляетесь. Если те люди, которые так со смехом на это реагируют, ну тогда посмейтесь, посмейтесь тому, что кадыровцы не могут сунуть свой нос в Ханкалу. Посмейтесь тогда этому. Посмейтесь тому, что они не могут сунуть свой нос в ФСБ. Почему вы над этим не смеётесь? Субтитры создавал DimaTorzok